Специалисты Самарского технического университета будут помогать швейцарским специалистам строить нефтеперерабатывающий завод в Нигерии. Меморандумы о сотрудничестве подписали на втором российско-швейцарском форуме День инноваций. Очень приятно, что он проводит в Самаре, наиболее динамичном регионе России, который славится своей мощной научной базой и технологическим производством. Именно образование и наука являются основной для инновационного развития любой страны. Именно в Самаре планируется открыть российско-швейцарский центр, который станет своеобразным мостиком между отечественными и европейскими компаниями. Как отмечают швейцарцы, в Самаре есть высококлассные специалисты в медицине. Мы были очень рады увидеть здесь людей, вовлеченных в свою работу. Нам интересно, чтобы они работали с коллегами из Швейцарии. В кантоне Невшотель есть несколько крупнейших игроков на рынке медицинского оборудования и медицинской техники. Мы убеждены, что они найдут возможность сотрудничать с самарскими представителями этой отрасли. Совместно со швейцарскими коллегами Самар реализует инновационные проекты в области автомобилестроения, станкостроения, медицины и биотехнологий. Происходит обмен опытом в сфере городского хозяйства. Уверен, что найдутся и новые направления для сотрудничества. У наших предприятий есть множество интересных наработок. Думаю, они вызовут ваш интерес и привлекут еще больше инвестиций. Всех секретов пока не раскрывают, но проектов достаточно. В частности, настоящий швейцарский сыр смогут делать в Самаре. Мы ведем переговоры с швейцарскими производителями оборудования. Очень надеюсь, что уже в этом году мы начнем работу по строительству завода, по производству сыров. На форуме обсудили и инновационные разработки в сфере охраны окружающей среды. Не зря Самарскую область называют Волжской Швейцарией. Не только природа роднит, но и подход к делу и уровень профессионализма во многих отраслях. А заинтересованность в совместных проектах только растет, показали многочисленные договоренности, озвученные на Самарской площадке. Марина Кравцова, Константин Головин. События.